В студии программы Ваш юрист. Здравствуйте. Снова у меня в гостях известный приморский адвокат Игорь Поляков. Игорь Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Игорь Михайлович, тема нашего разговора, как всегда, весьма и весьма непростая. Причиной послужило Ваше желание, Ваше сообщение о том, что некая мать после того, как произошла в семье какая-то трагедия с мужем, пошла и убила своих детей. Вот тема нашего сегодняшнего разговора – убийство матерью новорожденного ребенка. Есть статья Уголовного кодекса, которая регламентирует такие действия, за которые, за эти действия несется наказание. Расскажите, пожалуйста, что это за статья и какое наказание несет мать за такие действия. Есть статья 106 Уголовного кодекса убийства матерью новорожденного ребенка. Она включает условно три пункта, три действия или три ситуации, при которых мать сознательно лишает свое дитя жизни. Это считается убийством привилегированным, то есть при смягчающих обстоятельствах. Если условно говорить о пункте первом – убийство матерью ребенка в ходе родов или непосредственно после родов. Новорожденный ребенок – это ребенок до одного месяца. После родов – это в течение суток считается. Разные ученые считают по-разному. Общепринятое, что в течение суток, если после родов совершается убийство, то это тоже смягчающее обстоятельство. Исходит законодатель и практика из того, что любая женщина, биологическая мать, претерпевает не просто страдания, но физические дискомфорт, стрессовая ситуация, даже если роды не первые. Поэтому от нее изначально можно ожидать какого-то неадекватного поведения, в том числе и на ребенка, на которого порой женщина может смотреть, как именно на этот излучатель боли, который сопровождался в период беременности, особенно если она была сложная. Приведу пример. Банальная мать в муках рожает ребенка, еще и в домашних условиях, бросает его, он бьется о пол и получает травмы тяжелой, несовместимой жизнью, умирает. По идее это умышленное убийство, еще и при отягчающих обстоятельствах. Но законодатель говорит, нет, это убийство, мать не освобождается от уголовной ответственности, но это убийство при смягчающих обстоятельствах. Там мера наказания, если лишение свободы, то до 5 лет, но как правило условно. Или иные меры наказания более гуманные, там принудительные работы, предположим. А что вообще считается непосредственно убийством? То есть, если случайно что-то произошло, как вы говорите, в домашних родах уронило, ударился, если специально, можно ли это доказать? Конечно, безусловно, проводятся следственные действия и выясняется, что мать это делает умышленно. Как правило, и женщины признаются, они же неопытные, это же не рецидивисты, постоянно убивают детей. Все это оперативно-следственным путем, картина как бы реконструируется, восстанавливается. Бывают ситуации, когда женщина убивает свое дитя и не скрывая говорит, я и хотела его убить. Я его не воспринимала, это нежеланный ребенок, у меня много проблем из-за него. Я знала заранее, что как только я его рожу, его жизнь будет в этот же день закончена. И я это сделал. Я не раскаиваюсь, потому что я к этому шла. Это предумышленное убийство? Это тоже умышленное убийство, но считается, что все равно априори изначально женщина в течение суток неадекватна. И, соответственно, ее все равно будут судить как за убийство ребенка при смягчающих обстоятельствах. В практике бывали случаи, когда женщина мотивировала, не то что убедительно, но был мотив на самом деле, как она считает, серьезный. То есть она забеременела в результате изнасилования, еще и было венерическое заболевание. Она родила, но ребенок здоровый, но она, как выяснилось, но она все равно его не желала, она умертвила его. В таких ситуациях, тем не менее, будут говорить об убийстве при смягчающих обстоятельствах. То есть в любом случае, если убийство происходит... В течение суток это смягчающие обстоятельства. А если в течение, допустим, первого месяца? В течение месяца, это мы сейчас говорим о уже второй пункте. Если в течение месяца и не было веских причин, тогда это убийство при очагчающих обстоятельствах. То есть убийство вот этого новорожденного, это дитя, как человека, находящегося в беспомощном состоянии. Есть второй условный пункт в этой статье 106. Это убийство матерью новорожденного ребенка в условиях влияния или давления на нее психотравмирующего фактора. Вот тогда уже продлевается не сутки, а вот до месяца. Какой это может быть фактор? Ну, приведу пример. Счастливая мать. Выписывается. Рада, там ребенку рождению, тут трагедия. Ей сообщают, муж погиб в ДТП. И вот это рождение, боль, опять вот этот кризис, она, у ней помрачение рассудка. Жить не хочет, она убивает ребенка, режет его и режет себя вены. Но ее спасают, ребенка нет. Это убийство в условиях действия психотравмирующего фактора. Но мы говорим о только психотравмирующем факторе. Или, предположим, рожает ребенка, выясняется, что он инвалид, тяжелое заболевание, у него как бы нет будущего, он должен умереть. Она не выдерживает стресс, ночью все переживает, утром она его душит. Это действие психотравмирующего фактора. Но факторы должны быть связаны с родами, с беременностью, с семьей. Все иные обстоятельства не являются смягчающими. Условно говоря, да, узнает, угнали новенький красный Лексус. А зачем мне жить? То есть она вот истеричка, холерический темперамент, сбалмошный. Ах, ребенка порешила и себя. Конечно, тут никаких психотравмирующих факторов нет, это не связано. Или там вот у ней апокалипсис должен наступить. Через месяц зачем намучиться? Кто-то ей сказал, она вот верует. Сектанты, да. Это на ребенка, ребенка лишила жизни, там себя пытается. Конечно, это не психотравмирующий фактор. То, что она там себе там надумала, это ни о чем не говорит. Это должны быть факторы объективные. Есть и третий пункт. В этой статье условно пункт этого убийства матерью и ребенка новорожденного в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. То есть когда происходит какие-то временные помрачения сознания, то есть психический какой-то стресс, сбой в психике женщины. Это тоже фактор биологический. Соответственно, в таких ситуациях, ну наступила белая горячка, предположим, еще что-то. В таких ситуациях также женщина будет наказана, она будет привлечена к уголовной ответственности, но вот со смягчающими обстоятельствами. Но здесь нужно обратить внимание, если же выяснится, что женщина находится в состоянии невменяемости, тогда она вообще освобождается от уголовной ответственности, потому что невменяемых людей по уголовному кодексу России нельзя судить. То есть они освобождаются от наказания и привлекаются к мерам принудительного медицинского лечения. Ну приведу пример, все вроде нормально, труп ребенка. Она его убила, потому что ночью услышала голос о том, что не твой ребенок, ища диада, убей. Вот она его задушила, как, разумеется, проводят психиатрическую экспертизу, потому что она говорит о каких-то там инопланетном разуме, что он вот враг. Ее исследуют в стационарных условиях, оказывается, что она сошла с ума. То есть, конечно же, ее в таких ситуациях не судят, ее надо лечить. А подскажите, ситуация, когда мать нечаянно во сне, допустим, ребенка, как вот бывает? Нет, если нечаянно, конечно, это все несчастный случай, она не привлекается к уголовной ответственности. Игорь Михайлович, в группу риска кто входит, какие женщины? Ну изначально в группу риска, я понял вопрос, в группу риска входят потенциально все женщины. То есть от любой женщины можно ожидать такую неадекватность. И это не связано, умный она человек, начитанный, или вот она не умный, не начитанный. Это физиология. Но, если говорить по социальным каким-то критериям, то, конечно же, женщина, которая адаптирована, обычная женщина, да, она вынашивает ребенка, состоит на учете в женской консультации, как положено, получает направление, рожает в стационаре, родильном доме. Ну, конечно, все это сводится к нулю. Мы говорим в основном вот эти вот рождения детей где-то вот, знаете, в избушках, где-то в домашних условиях, там сектантские какие-то роды и последствия. Конечно, есть определенные критерии вот матерей-убийц, которые, в общем-то, как правило, вот в этой таблице какие-то пункты загораются, характеризующие ее. Это матери, ведущие там социальный образ жизни, ранее судимые, лишенные ранее родительских прав, злоупотребляющие алкоголем, наркоманки, меняющие половых партнеров. То есть ряд факторов, он как раз... То есть сниженная социальная ответственность. Сниженная, разумеется, социальная ответственность. А подскажите, самым главным критерием не служит или служит то, что женщина вот встает на учет в родильный дом по беременности? Да нет, это никакого... Она может и не стоять на учете, но не поднимет руку на ребенка. Может и состоять на учете, соответственно, все равно это совершит, потому что произойдет вот это помрачение сознания. А домашние роды? Домашние... да нет, не важно, где она рожает, важно, какие... Что после этого она делает с ребенком? Если она родила и ухаживает, и любит, ради бога, в уголовный кодекс это не регламентируют, за исключением того, что накажут врача, который принимал роды. В отсутствии там образования необходимого, не в медучреждении, какой-нибудь фельдшер или там ветеринар. Разумеется, он уже подвергает женщину риску. Сама женщина не наказывается. Мы же говорим о статье убийства новорожденного ребенка. Игорь Михайлович, еще подскажите, пожалуйста, к ответственности привлекается только мать, если кто-то из членов семьи совершил такое убийство, такое преступление? Он отвечает на общих основаниях. Приведу пример. Мать рожает в доме, в деревне. Сожитель говорит, не знаю чей, не уверен, где ты там его нагуляла. Выбор у тебя или я, или он. Видеть не хочу его, ухожу в другой. Мать в стрессе, я люблю тебя, ребенка давай от него избавимся. Но сама сделать это не могу, сделай ты. Он ребенка берет, пример конкретно, выносит во двор, берет топор, разрубает ребенка, убивает. То есть он ни о каком смягчении, его же привлекут к уголовной ответственности, ни на какое смягчение рассчитывать не может. Он будет отвечать по всей строгости закона. Это умышленное убийство с отягчающими, то есть квалифицированными обстоятельствами в виде малолетнего ребенка. Там мера наказания от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. Только биологическая мать может, находясь в этом стрессе, не то что может, если она совершает убийство, она может рассчитывать на привилегию. И то вот сроки я вам обозначил, там месяц или одни сутки. Все остальные люди несут ответственность на общих основаниях, даже если мать их просит. Мать просит, убей. По каким-то причинам, и неважно, инвалид он или еще какие-то, никто не имеет права. Ты не давал жизнь, ты не можешь, тем более не можешь вести речь о том, как эту жизнь прекращать еще и какими-то там домашними способами, связанными с умершлением человека. Все, человек родился, он живет. По каким причинам мать может совершить убийство? Причины разные. Это могут быть, в основном, это материальная необустроенность, нежелание воспитывать ребенка, нежеланный ребенок. Там были случаи, когда многодетная мать, вот очередной ребенок, он не нужен. Эти бегают там по подворотням, неухоженные, необустроенные, попрошадничают. Еще сейчас один, вот она вот из каких-то побуждений это делает. Ну, в основном, такого рода причины. А до суда такие доходят? Ну, конечно, это дело, они в обязательном порядке идут в суд, это обычное дело уголовное. А в суде не задают вопрос, зачем вы... В любом случае мотивы выясняются, это всегда выясняется. Нет, зачем ребенка такого вынашивать, почему сейчас масса способов? Ну, конечно, задают все вопросы, но иногда это связано с тем, что она не может по каким-то критериям медицинским сделать аборт. Ну, соответственно, она его вынашивает. Кто-то не хочет деньги тратить на... За все, что нужно платить, я выношу спокойно, его закопаю. И на этом закон... Никто не узнает, может быть. То есть все рассчитывают на смягчающие обстоятельства? Зачем? Они даже порой не задумываются. Они рассчитывают на то, что никто не обнаружит труп ребенка. Особенно, если она на учете не состоит, беременность не контролируется врачами. Скажите, а какие способы? То есть есть какие-то изощренные? Способы убийства детей в основном это удушение, переохлаждение, утопление, причинение вреда несовместимого с жизнью, есть сжигание. Ну, я примеры приводить не буду, не хочу. А есть случаи, когда вот та самая многодетная семья дали маленькому ребенку подержать случайно, и произошла катастрофа? Вот в таком случае кого... Да нет, ну это здесь можно расценить как несчастный случай или как причинение смерти по неосторожности. Да нет, в основном это несчастный случай. А если мать родила ребенка инвалида? Ей сообщают об этом в первые сутки, сообщают, что ребенок, ну в принципе, не жизнеспособен в будущем. Это является каким-то смягчающим обстоятельством или нет? Ну, если это попадает под критерии, то это смягчающие обстоятельства. Но вообще, если за пределами этого месячного срока, это обычное убийство с квалифицирующими обстоятельствами, и никаких смягчений быть не может. Нельзя освобождать от ответственности, уж тем более из расчета этот инвалид, этот столько баллов получил, этот меньше, этот больше, это мальчик, это девочка, это близнецы или тройняшки, вот я одного возьму, двух как котят утоплю. Да, нельзя. То есть, или про инвалиды, я вот сказала, что я, или еще был там внебрачный ребенок, вот не хочется там стыд перед знакомыми, это все обстоятельства не освобождающие от ответственности. Родился человек, все, он живет своей жизнью. Здесь нельзя применить там фразу Тараса Бульбы у Боголя, да я тебя породил, я тебя убью, все, рожден ребенок, метрики там записи внесены, он живет своей жизнью. У нас к тому же автаназия запрещена, даже если он болен, ты не имеешь права где-то в домашних условиях его умерщвлять. Ты какое отношение к этому имеешь? Да и автаназии-то совершаются, когда люди полностью зрелые, отдают отчет, там собирается большое количество бумаг, подготавливаются юридические документы. Малютка, он сказать ничего не может, там, хочет он жить, не хочет, и ты принимаешь решение уже за него. Поэтому здесь ответственность на общих основаниях. Более того, это будет ответственность убийства с отчетчающими обстоятельствами, конечно. Ничто, никакая причина, никакой фактор, связанный со здоровьем ребенка, не будет носить там уважительные обстоятельства, не будет расцениваться как обстоятельство, освобождающее от ответственности. А какое наказание вот в этом случае грозит? Ну, если мы переходим к другим статьям уже, там, я же говорю, от 12 до 20 лет или пожизненный срок. Там есть сопутствующие статьи, которые также давлеют над родителями, над матерями, то есть там уже смотрят по обстоятельствам дела. Ну, предположим, мать говорит, я подкидыши, да, возьмем пример с подкидышами. Если оставляют ребенка где-то там на крыльце медучреждения, неважно где, это, конечно же, и он умирает. Это в любом случае изначально идет как оставление в опасности, ну, если он выжил, да, в любом случае это оставление в опасности. Если это за пределы месяца и он умер, то это будет умышленное убийство. Ну, приведу пример, да, то есть недавно тоже случай, говорили, транслировали по телевидению, то есть в мусорном баке нашли там запеленованный плотно там пакет, да, обнаружили там ребенка мертвого уже. Конечно, это убийство, это не оставление в опасности, даже это умышленное убийство. Или вот случай, мать вышла там за территорию, да, жилую, в леске там подкопала, положила, закопала, ушла. А тут вот кроха, он выжил, то есть что-то ворочался там, дрыгал лицом и земля в рот полностью не попала, и он начал кричать, ну, хрипеть, кричать, тут шли люди. То есть здесь уже говорить об оставлении в опасности мы не можем. То есть мы говорим об покушении на умышленное убийство дитя, да. Есть еще ситуации, когда причинение смерти по неосторожности происходит. Да, причинение смерти по неосторожности, это когда вот во сне, да, допустим, нечаянно задушила. Нет, здесь другая ситуация, это несчастный случай. Причинение смерти по неосторожности, это тоже уголовно наказуемая статья, 109-я. В чем она состоит? Это вот легкомыслие матерей. Ну, приведу пример, да, не знаю, чем он закончился. Конкретный пример. Там, кажется, ребенок выжил, но я, давайте сейчас к нашему разговору утрирую его, ребенок погиб. Какая ситуация? Мать садит ребенка, садясь в машину свою, перед собой едет. Тут ДТП, она на него наваливается, повреждает. Это случай в городе был, она его повреждает. Разумеется, за вот эти повреждения ребенку она будет нести ответственность. Потому что это, ну, это легкомыслие. Если же было ДТП, она так навалилась, что там грудину разорвало, там повредило кровоизлияние, то, конечно, она будет отвечать за смерть ребенка. Или другой пример, да, тоже я про него слышал, когда мать, ну, обеспеченная семья, она, разумеется, как это беда многих обеспеченных семей, алкоголичка, то есть жизнь удалась, едет с ребенком, он пристегнут, все, ну, люлька, даже, так скажем. Выпившая, кстати, была. Окно открыто, курит. Вот подъехала, достала ребенка в машине, зачем таскать там, к соседям, к друзьям. Там праздник. Вот она пришла, там еще выпила, ухайдок колысь так, что и уснула. Вот на утро просыпается, ну, вроде пока там пила смотрела там с окна, там с балкона, ну, не кричит вроде там, окно открытое. Уснула, к утру приходит, он там остыл, там, ну, понятно, уже замерз, умер. Конечно, это не несчастный случай, это причинение смерти по неосторожности. Или еще ситуации, когда это всех родителей касается, там, играют с детьми неосторожно. Это все равно не игрушка, не, там, пушистый мишка, это ребенок. Вот мать ребенка подбрасывает, да, на балконе, не удержала, он вывалился через эту перекладину, там, разбился. Разумеется, она будет, это не несчастный случай, она будет отвечать на, ну, общих основаниях, просто это уже будет другой состав преступления. И какое наказание за это предусмотрено? Ну, там тоже связаны, там уже смотрят, там градация наказания идет, они тоже со смягчающими обстоятельствами, но это не освобождает от ответственности. Разумеется, если мать это делает умышленно, опять-таки, ну, приведу пример, там, есть женщины, они там, откровенно, слабоумные и слабоумие, не психические нарушения, просто слабоумие проявляется в том, что они более податливые каким-то сектам. И вот в какой-то момент им объявляют, что вот все дети, там, какой-то отец наш Всевышний должен их забрать в какое-то время. Вот она их умершляет. Разумеется, о каком-то снисхождении говорить не приходится. Это убийство людей, ну, маленьких людей, понятно, малолетних или как угодно, ну, не новорожденных, пускай, но малолетних. Это убийство на общих основаниях. К вопросу о сектах. Допустим, если ребенок нуждается новорожденной в переливании крови, мать сектантка по вероисповеданию нельзя кровь переливать. Ну, это тоже можно будет, будут расценивать по последствиям. Если она мешала, препятствовала врачам, то есть не госпитализировала ребенка, конечно, это будет, по всей видимости, причинение смерти по неосторожности, если не будет выяснено, что она это сделала специально, чтобы он умер. Они же, как правило, сектанты это объясняют, там, все равно есть божья помощь. То есть это, они не желают смерти. Если желаешь действия, выполняешь направленный, вот, целенаправленный результат, хочу убить, тогда это умышленное убийство. Если же ты это мотивируешь какими-то другими мотивами, вот, то есть ты не желаешь смерти, тогда это неосторожная форма вины. Получается, что в любом случае, даже если убийство по неосторожности совершено, это является, там, смягчающим обстоятельством, матери какой-то гормональный фон или психическая неуравновешенность, такие женщины не освобождаются от уголовной ответственности. Да, безусловно, убийство ребенка, оно всегда будет влечь уголовную ответственность. Вопрос в том, по какой статье, исходя из каких, с учетом того, какие мотивы двигали матерью, то есть это будет, соответственно, квалифицироваться по той или иной статье Уголовного кодекса. Давайте тогда пожелаем всем нашим женщинам, чтобы их дети были желанными, и чтобы все наши дети были здоровы, живы и счастливы. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова